Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о биоревитализации. Но не о той биоревитализации, которая выполняется при помощи инъекций, то есть высокомолекулярная гиалуроновая кислота, вводится в глубокие слои кожи при помощи так называемых уколов красоты. А мы поговорим об альтернативе, то есть когда мы можем ввести гиалуроновую кислоту в низкомолекулярные её фракции при помощи аппаратных воздействий. В первую очередь мы рассмотрим те варианты, когда нам вообще нужна эта альтернатива. То есть зачем она нам нужна? Может быть проще проколоть два раза с интервалом в три недели по классической схеме, хорошим биоревитализантом? Так вот, существуют такие ситуации, когда мы проколоть не можем, когда это возникает. Например, если человек банально боится уколов, то есть он не может эту процедуру провести классическим способом. Второй вариант – это если у человека, например, аллергия на аппликационные анестетики. На самом деле мало таких героических женщин, которые выдержат биоревитализацию без места анестезии или специальным кремом. Третий вариант, который может отвратить нас от инъекций, уколов красоты – это склонность к отёкам. Потому что если у человека склонность к отёчности, пастозности, тяжелое лицо, тот же самый деформационный тип старения, тоже, как говорится, характерен такой типаж отёчный, то если мы будем вводить гиалуроновую кислоту в кожу, возникнет постинъекционный отёк сам по себе от уколов. Кроме того, сама гиалуроновая кислота, притягивая влагу, будет усугублять накопление жидкости в тканях и отёчность, к сожалению, усугубится. И мы вместо подтянутого, омолодившегося лица, ожидаемого после процедуры биоревитализации, получим банальный хабитус-алкоголикус, если можно так выразиться. И вот эта отёчность, пастозность, она будет более выражена. И ещё такой вариант, например, когда кожа очень тонкая, близко сосуды, очень легко образуются гематомы. И, естественно, для такой кожи тоже инъекции в лицо не очень желательны. Поэтому можно прибегать к каким-то альтернативным методам внедрения гиалуроновой кислоты с одновременной стимуляцией тканей. И ещё существует такой очень щепетильный момент, когда выбирается процедура, исходя из экономических соображений. Конечно, например, в крупных городах а-ля Москва и Питер действительно курс процедур аппаратных и 2 классические инъекции с интервалом 3 недели хорошего биоревитализанта будет стоить приблизительно одинаково. Но, например, если взять регионы, то аппаратные процедуры будут стоить значительно дешевле, а биоревитализант, как говорится, в Москве стоит, так он и там стоит. Поэтому процедура будет достаточно дорогой. И иногда пациент просто вынужден выбрать, например, альтернативные воздействия, не ориентируясь на показания и состояние своей кожи, а именно ориентируясь на возможности своего кошелька, к сожалению. Поэтому для альтернативы мы выбираем, как правило, два метода. Один из них называется так же, как инъекционная биоревитализация, только лазерная. Используется низкоэнергетический лазер. Здесь стоит аппаратик Mustang 2000+. Здесь как раз есть излучатель, который работает в красном и ближнем инфракрасном диапазоне. И это низкоэнергетическое лазерное излучение как раз используется для стимуляции тканей и одновременно внедрения какого-то количества низкомолекулярной гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. Конечно же, не 100% мы внедрим аппаратом, в отличие от шприца. Но нам это не нужно, потому что здесь лазер сам работает как стимулятор деятельности клеток кожи и дополняет эффект от препарата. В качестве препарата используется низкомолекулярная гиалуроновая кислота в виде гелеконцентрата. И, собственно, ее и вводим. Еще есть метод при помощи переменного тока, когда мы вводим гиалуроновую кислоту. Его тоже можно использовать. По-научному он называется электропорация. В простонародье его чаще называют безинъекционная мезотерапия. Также можно использовать для внедрения гиалуроновой кислоты данную методику аппаратную и, собственно, как альтернативу, например, инъекционному введению. Что важно? В отличие от инъекционной процедуры, как говорится, быстро и коротко проводящуюся, всегда аппаратное воздействие требует курса. То есть это всегда курс, чтобы получить, конечно же, эффект на выход. На несколько часов достаточно процедуры на выход, экспресс-процедуры быстрой красоты. А если мы хотим отсроченный, стойкий, достаточно выраженный результат, то нам нужно, конечно, провести курс. И, как минимум, это восемь процедур. Чаще всего это десять или двенадцать даже бывают процедур. Это уже специалист оценивает, сколько нужно, но не менее восьми или десяти процедур. То есть это всегда курсы делаются, как классическая физиотерапия, достаточно часто в идеале. То есть не раз в неделю, а где-то один раз делается процедура полноценная. Через, допустим, день делается процедура короткая, без подготовки кожи, без пилинга. Потом опять повторяется. То есть в течение курса мы через день или даже ежедневно повторяем данные воздействия. Ну и, соответственно, дополняем их либо предуходом, либо постпроцедурной какой-то, например, ухаживающей маской. Кроме того, надо учитывать показания, конечно же. Потому что так же, как и для инъекционной биоритализации, основное показание к внедрению галуроновой кислоты – это обезвоженность кожи. То есть если кожа не нуждается в дополнительном количестве влаги, не всегда, собственно, биоритализация и нужна. Кроме того, очень хорошо отзывается на оба этих вида процедур – инъекционное и аппаратное внедрение – это мелкоморщинистый тип старения. Очень хорошо на нём видны результаты как раз. А, например, деформационный тип старения склонной к отёчности будет хуже реагировать, как я уже говорила в начале, например, на инъекционное введение галуроновой кислоты. Кроме того, конечно же, можно использовать, так как здесь лазер низкоэнергетический, он используется в реабилитации, то есть перед какими-то агрессивными процедурами или после агрессивных процедур, и заодно внедряется галуроновая кислота. То есть здесь уже основная цель идёт – реабилитация, восстановление кожи. И, конечно же, эту процедуру можно использовать как процедуру на выход перед каким-то важным событием, потому что она является мягкой, кожа не раздражает, лицо выглядит ухоженным, тон выравнивается. И, в принципе, как экспресс процедуру тоже данное воздействие можно использовать, но надо понимать, что в отличие от курса процедур здесь эффект будет ненадолго. Таким образом, можно использовать и инъекционную биорезализацию, и аппаратную. Я не берусь сравнивать, что лучше, что хуже. Есть свои плюсы, есть минусы у каждого воздействия. И если эта информация была вам полезна, то подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нашего нового видео. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok